Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас перед вами коаксиальный дымоход. Дымоход для котла газового закрытой камеры сгорания. Я работаю в Республике Беларусь. У нас в Беларуси произошли ряд изменений. Вот эта коаксиальная труба дымохода не должна быть ниже двух метров. Почему так делают? Объясняю. Чем это аргументируют, чтобы человек и дымоход не соприкасался друг с другом? Теперь мы что будем делать? Будем делать следующее. Сейчас уберем вот эту верхнюю насадку, привяжемся к трубе через такие вот переходники. В Беларуси на конец ноября 2018 года в наличии ни у кого не было 80-й трубы утепленной. Если вы собираетесь уходить вверх, обязательно только утепленная труба. Ни в коем случае не делайте ни утепленку. И будем через переход. Поставим переходник с 60-го диаметра. Так как у нас внутри здесь коаксиалка 60 на 100, 60-й диаметр. Перейдем в 115-й и 115-й выйдем вверх. Нержавейка будет стоять IC 304, ни в коем случае не ставьте 430-ку. Минимум должна стоять 304-я. Но если уже хотите перебзеть, то ставьте, конечно, 316-ю. Здесь никто против не будет. Но будут ли затраты обоснованы? Нет, на 316-ю в этом случае не будут. И, конечно, обязательно тратник с прочесным карманом. Все дальше вам покажу. Вот его элемент лежит. Так, оп, так, лежит. Выставим опорку и пойдем 3 метра вверх. Котел газовый, закрытая камера сгорания. Navion Deluxe S с коаксиальным выходом. То есть здесь стандартная коаксиальная труба уходит наружу. Если вы решили сэкономить на трубе, на газовый, учтите, что если у вас вот здесь вот выход трубы коаксиальной не достигает 2 метра, то готовьтесь на то, что вы купите либо утепленный дымоход, либо поставите раздвоенную систему через адаптер. То есть воздух возьмете из шахты, либо из улицы, а газы отправитесь снова по дымоходу. Поэтому сейчас такие варианты уже не проходят. Турбированные котлы, когда я в свое время стоял, торговал на рынке, покупали именно турбированные котлы, потому что была экономия на дымоходе. И она была значительна. И продавцам было очень легко продавать такие котлы. Сейчас такая же система, ничего не поменялось. Также продавцы продают коаксиальные трубы, говорят, зачем? Берите закрытые камеры сгорания и сэкономите на дымоходе. Да, вы сэкономите на дымоходе, но учтите, что, еще раз повторяю, если у вас до 2 метров, то здесь экономия у вас никакой не будет. И вот, смотрим, вот у нас вышла коаксиальная труба. Вот отсюда идет забор воздуха. Воздух поступает для подачи, для работы его котла в камеру сгорания. И газы уже выходят по 60 трубе. Вот про что я вам говорил. Давайте покажу более ближе. Газы пошли и вошли в утепленную трубу. Труба обязательно должна быть утепленной. Ни в коем случае не ставьте не утепленку, не будет работать, будет у вас много проблем. Внизу ставится разгрузочная площадка, она необходима. То есть на одни вот такие крепления ни в коем случае крепить нельзя, потому что разболтается. И вот здесь вот будет давить вниз. Не совершайте ошибок, поэтому ставьте обязательно разгрузочные площадки. Да, к сожалению, их может не быть на рынке, либо в интернет-магазинах. Но попросите, лучше подождите и закажите такие площадки. Они могут быть разные, их очень много вариантов. Вот, например, на этом объекте вот такая стоит. А если мы возьмем на другом моем дымоходе, то здесь стоит уже с 25 на 40 профильная труба, она покрашенная в черный цвет. И также стоит площадка. То есть верхняя часть разгрузочная площадка, она одинаковая, что здесь, что здесь. А вот эти вот консоли, они разные. Но это зависит, в первую очередь, от веса дымохода, потому что здесь, на этом дымоходе, подпечь камин краткокозы, да, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот объект, там 150 на 200 труба, а здесь труба сейчас 115 на 200, ой, вернее, 150 на 250, а здесь 115 на 200. Нержавейка обязательно должна быть кислотоустойчивой. Здесь используется IC 304 внутри, толщина металла 0,6 мм. И снаружи утепленная нержавейка 430. То есть вот это вот ранит воздух, то количество воздуха. Ну, здесь, на этом котле, вот эти отверстия направлены вниз, это хорошо, потому что сверху осадки не попадают. И воздух засасывается вот через эти вот полости во внутрь котла. Ну, а газы пошли сюда. Вот эта заглушка, то есть ничего здесь не видно. Можно конусные поставить, но они удлиняют, поэтому здесь, как правило, с конусными окончаниями ограничен. Теперь никакого здесь обледенения не будет. Эта система самая нормальная. Вот если вы хотите, чтобы у вас турбированный котел работал, сделайте вот такую систему. Это один из вариантов. Я не говорю о том, что можно взять в воздухе шахты, вывести его в шахту, когда труба загильзована. Нет. Я говорю про то, что раздвоенная система – это лучшая система для турбированных газовых котлов. У вас снаружи не будет никаких проблем, не будет сталактитов. То количество воздуха, которое надо, котел сам себе заберет. И то количество газов, которые необходимо отправить в дымоход, он отправит. И все будет уходить вверх. Вот эта система для турбированных газовых котлов лучшая. Понимаете? Раздвоенная. Поэтому, если вы решили купить котел только из-за того, что сэкономите на дымоходе – нет. Если будете сравнивать атмосферный газовый котел и турбированный газовый котел, не должен дымоход являться определяющим фактором при выборе котла. Нет. Есть другие показатели, но не дымоход. Вот сборник конденсата. Он съемный, он обслуживаемый. Когда вам надо посмотреть дымоход, проверить его, вы спокойно сняли сборник конденсата и посмотрели. Для проверяющих органов вот это называется основной дымоход. То, что внизу, вот это, это подключение к дымоходу. Вот здесь, на вот этом вот элементе, если вы попали в такую ситуацию, что вам надо уйти от балки либо в сторону, то максимальный уклон по горизонту может быть 30 градусов, под углом 30 градусов. То есть 2,3 выставляете и уходите. Но смещение осевой не больше 1 метра. Это очень важно. И сейчас, если вы попали на пожарников, к примеру, каким-то образом вам надо через пожарников сдать дом, там сварочная работа или еще что-то проводится, то они на это обращают внимание. 45 градусники не ставьте, 45 не ставьте, могут забраковать. И это хорошо, они и правы, потому что по 30 градусов плавную уклону для тяги хорошо. Но если что-то застрянет, конечно, спустится вниз. Также у нас здесь установлены крепления. Раз, два, три крепления. Так, ну и, конечно, не забываем про строительную норму, которую по выносу от конька. Сейчас у нас, если у вас труба выходит, к примеру, больше 3 метров, а здесь больше 3 метров от конька, то угол берется 10 градусов пересечения с дымоходом. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте у меня монтаж дымоходов. Конечно, комментируйте. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok